итак всем привет дорогие друзья приветствую вас на нашем канале на канале тугарыча и нас на этом сайте на сайте варфейса грубо говоря российской локализации интересует скажем таки вот это новости именно именно тестирование исправления ошибок можно у него зайти на ну я тут мельком уже все это дело почитал ребята единственное хочу сказать что вот эти вот комментарии они направлены большому счету на то что он указано как тяжело нам фиксить ошибки там как это не просто этот процесс происходит и прочее прочее что это не простой процесс и действительно тяжело все это обнаружить обнаружить там баги там обнаружить причины багов и прочее то есть принципе все в таком духе ну и под конец статьи тут идет информация о том что мы такие хорошие мы стараемся мы работаем и работа над сетевым кодом тоже конечно же не стоит на месте в таком духе все это делаем здесь описано от себя могу сказать что на пве творится просто ужас то есть текрет уменьшили что или что-то еще но наверное где-то получается летом 2017 года на пве на обычную пве миссии не на спецоперации а на обычной пве миссии там вообще текрет снизить либо что-то но там ужасные лаги творятся вот самый-самый ужас это именно там именно на узких там каких-то лестницах переулках там ужасные баги люди застревают и ужасные телепорты и так поехали фишка скажем таки пояснение о том прежде всего о чем видео видео о том что баги они понятны сейчас вам на примере поясню как происходит работа сетевого кода примерно да и поясню что в течение наверное с какого 2013 или 14 года на вот эти баги телепорта они не фиксятся до 2018 года уже и соответственно вряд ли когда-то будут по фикшена давайте посмотрим все это примерим начнем с того как работает сам сетевой код звуки отключил ребят это видео вот когда-то я создал скажем таки вот и смотрим то есть сетевой код работает по такому принципу когда мой клиент фишка в том что какую информацию мой клиент получает он получает информацию о . где расположен данный игрок ну и в дальнейшем они приписали зачем-то что он делает но это ладно отдельная тема конкретно там бежит или что-то фишка в том что мой клиент получает информацию о передвижении игрока вот в этой точке он был потом в этой точке понимаете и мой клиент ее получает с ужасной периодичностью потому что сам игрок вот этот он лагает и у него интернет точки отправляет очень ужасно и мой клиент получая вот эти точки он перетягивает с одной точки игрока до другой причем это делает видите ну как бы объясните неравномерно то есть с одной точке он с одной скоростью может перекинуть игрока с другой точки до другой точки с другой скоростью и вот так вот примерно все это дело происходит видеть ордерга нарвана в каких-то точках он застревает то есть добегает до этой координаты и просто начинает буксовать опять-таки вопрос это все у меня клиент рисует то есть мы клиент получает информацию на основе этой информации он производит данные действия мы видим да то есть фишка сетевого кода правильно то есть скажем таки сделать так чтобы игрок бежал плавно и плавно им перемещался с одной координаты до другой чем выше текрет сервера тем больше фактически мы должны получать именно вот этих координат вот этих точек вот этого игрока но а варфейс настолько ужасен что видим что какие-то моменты почему-то игрок застревает начинает буксовать видим да в какие-то моменты он быстро перемещается но перебегает с точки на точку и если игрок даже слишком быстро переместиться давайте от начала видео посмотрим если точки слишком далеко будут друг от друга то игра мой клиент просто быстро его туда перетянет то есть даже возможно со сверху быстрой скоростью он начнет игрока туда перетягивать вот так вот принципе будет при потере пакетов видите он телепортится назад его откидывает вот все что мы видим это именно принцип работы сетевого кода самый банальный но здесь он реализован даже ужасно каком-то плане от него с координаты на координаты постоянно и перетягивала но он начинает почему-то буксовать в пространстве там и прочие прочие такие вещи спасибо за комментарий кстати круг написал давайте ребят самый интересный момент на поясню и там уже поймете стараюсь объяснить почему варфейс скажем таки навряд ли когда-то поменяется итак поехали на самый ужасный баг который может только возникнуть сейчас вот этот но это игрок завис вот ребят самый страшный баг смотрите мой клиент вот смотрите я бегу как бы игрок мансур мы тоже были вместе с ним в рк соответственно я могу заявить о том что мы двоем видели этот баг то есть мы не видели игрока хотя он фактически нас расстреливал мы двоем были с ним в рк и мы офигели от того что не игрок начал на стрелять и убил там как бы поранил убил нас но при этом мы его не видели вообще причем смотрите фишка и эту этот баг его никогда не пофиксит то есть вообще не смогут они это сделать то смотрите по мне проходил урон из ниоткуда то есть буквально я тоже я бежал я даже не заметил этого как бы да то есть по мне просто идет урон у меня уменьшается жизнь но я никого перед собой не вижу теперь я разворачиваюсь вижу противника почему так произошло смотрите игрок он пытался зарез на контейнер потом прыгнул но наши клиента вот он мансура кстати здесь начинает расстреливать медика видите и мы его вообще не видели здесь я начинаю него целиться только вот то есть он на наших компьютерах этот игрок он видите да он как бы не запрыгнул наверх его модельку уперлась внизу в контейнер уперлась и на их наш клиент вот мой клиент лично да и клиент вот медика да мансура он знал он знал видите смотрите почему он знал вот клиент прекрасно знает что здесь находится противник справа от меня мой клиент опять-таки моя игра вода она показывает что братан тебя расстреливают откуда вот а вот отсюда до видите направление вот это красную или красная скажем такая фишка направление дамага откуда в меня летит дамаг моя игра говорит братан тут стоит противники он тебя растет ну он расстреливает тебя вот видишь красная линия вот тебе уменьшение жизни в тебя попадает но при этом он не отрисовывает модельку потому что опять таки мой клиент он решил так что якобы игрок застрял там снизу и не только мой и и клиент медика понимаете в чем фишка варфейса и вот этот баг они не пофиксят в течение там я не знаю скольки там с 2013 года наверное вот это получается где-то пять лет ну четыре года пять лет я не знаю там когда он точно как бы появился возможно скорее всего я предполагаю он был всегда в игре варфейс а насчет этого игрока это работает все как как привидение фактически смотрите в чем обида будет обидно да то есть мы как бы не видим у нас убивает перед этом дамажит дамаг идет по нам все нормально но мы его не видим то есть вот медик смотрит да с дробовиком он мог его убить но мы его не видим вот причем ладно бы я один мы двоем его не видим вторая обидка скажем таки то что находится снизу если игроки там наши команды будут бегать на мини карте да где но чисто теоретически они прибегут и начнут расстреливать игрока который в контейнер уперся у них не будет идти по нему дамага дамаг то есть фактически этот игрок он попал в такую ситуацию что его нереально убить если мы будем стрелять в пустоту урон по нему не будет идти потому что наши клиенты не будут видеть его то есть они не будут видеть его и просто там соответственно они будут на сервер отправить информацию что мы стреляем в пустоту понимаете наши если союзники будут расстрелить персонажа того противника снизу да то есть снизу его моделька которая застряла в данный момент моделька ребят она находится там физически то есть игрок находится здесь он нас дамажит но наши клиенты говорят там моделька игрока якобы застряла там и если стрелять в игрока который застрял вон там то урон по нему не будет идти то есть он упрется в как бы в контейнер там стоит и буксует он как бы да и урон по нему не идет понимаете в чем фишка он в такой зоне этот противник что его нереально дамажит в этот момент по нему урона вообще никакого не будет его вообще убить нереально потому что на наших клиентах он еще здесь не материализовался а знаете что делает мой клиент в этот момент мой клиент в этот момент пытается перетянуть эту модельку которая там застряла перетянуть сюда но он это не может сделать потому что здесь разность высот то есть как бы мой клиент посчитал что игрок не смог запрыгнуть на контейнер что уперся башкой в этот контейнер в красный и соответственно мой клиент опять-таки клиент медика которые находятся с левой стороны они пытаются его перетянуть на эту координату но не могут потому что здесь разность высот скажем таки они за волосы его наверх ребят не могут затянуть понимаете в чем фишка и вот эта фишка они не могут починить течение длительного времени вообще никогда не починят почему не починят ребята давайте вот дальше видео включим почему не починят на мой взгляд потому что у них нету то ли доступа или прав редактировать вот это вот основную сетевую составляющую точнее у них нету исходников движка и они не могут исправить вот это время время которое требовалось бы для того чтобы наши клиенты быстро решили то есть более быстрее оперативнее решали что на игрок не смог запрыгнуть вверх как бы да но его нужно переместить то есть они просто бы его перетянули на новые координаты то есть такой вот как бы скажем таки фишки и фишки не знаю нету то есть не могут они отрегулировать видите какое какое длительное время он в на нас стреляет но мы его не видим вот я разворачиваюсь не только после этого мой наш к наши клиенты вот грубо говоря решили типа что пора бы его наверх перетянуть потому что он там уперся там как бы до его наверх не получится затянуть за волосы за гриву и вот эту вот вещь они не могут либо они два варианта либо разработчики дауны полная что вот это вот есть не могут пофиксить до на либо второй вариант у них нету прав на редактирование вот этого исходного кода и никто там не лицензию ничего никто не даст опять-таки повторюсь вот эта контора в киеве это не сами разработчики она вряд ли сомневаюсь что это разработчики именно край engine там как-то край тека по крайней мере если бы эти люди действительно там были они давно вот это банальную вещь бы пофиксили то есть уменьшили там на полсекунды еще меньше можно было поставить что если например игру как бы начинает уж тем более меня расстреливать то наверное пара там до на убивать других противников начинает то наверное пора бы его мгновенно сюда на новые координата потому что наш клиент знает что он здесь наше клиенты знают что противник здесь но он просто тупо его с Meaning не телепортировать его тушку не телепортирует он пытается почему-то его перетащить снизу но это бред полный и либо два варианта либо там полные идиоты работает либо у них нет права доступа редактирования данного сетевой составляющей или исходного кода кстати давайте вот последний здесь моментик взглянем до чего додумались эти программисты они им додумались из-за того что если игрок как бы лагает если у него скажем таки потери пакетов или еще что то он вообще конкретно залагал по нему не идет урон то есть игроки в него попадают но по нему нет урона потому что два варианта опять таки могу предположить первый он у себя на компьютере находится в другой точке как бы бегает то есть видите он там бегал лагал это маловероятно сейчас вот это видео пройдет то есть первый вариант что он как бы в других координатах находился и когда игроки стреляли по нему то есть на сервер отправлял информацию о том что игрок вот этот стреляет ему говорит я ранил игрока который находится здесь а на самом деле тот игрок находится типа здесь поэтому по нему урона нет но это в каком-то плане маловероятно скорее всего тут такая система работает что если клиент типа оффлайн фактически то есть еще не наступило то время когда его нужно кикать при этом иногда потери ну иногда пакеты пролетают но существует огромная потеря пакетов либо у него клиент лагает ну сама игра там сам компьютер завис элементарно да он мало-мало там пакетов кое-как обрабатывает вот и из-за этого сервер делает ретрум фалса то есть когда игроке по нему попадает сервер не дает информации о попадании то есть не подтверждает он говорит клиент завис типа я подтверждать информацию о ваших попаданиях не буду и регистрировать ваше попадание тоже не буду так как клиент у меня залагал и клиент ну как бы сказать не приносит информацию или не отвечает на мои вопросы на мои запросы это именно ответ сервера такой ну ладно ребята где там еще интересная вещь у нас тут много багов интереса очень-очень много ну это кстати интернет у меня 100 мегабит вот и пин 22 миллисекунды поэтому если даже например кто-то подумает или разрабы могут сказать там они любят говорить там у вас провайдер виноват во всем это сказка ребят не верьте вот пожалуйста 100 мегабит 29 миллисекунды пинг и игра вот такие вот вещи она вытворяет ну то есть тут ничего не меняется здесь урона нет по боту но это такое себе ну мельком давайте поясню быстро за эти вещи тоже а фриз фриз из-за того что загрузился на сервер новый игрок скорее всего и у меня идет считывание там текстур моделек но видимо подразумевая либо первый вариант что текстурки у меня считывается с винчестера второй вариант у меня клиент делает скриншот чтобы проверить читаки или не читак и соответственно видите у меня фриз это амдшная видеокарта хочется также отметить что на видеокарточках nvidia багов меньше вот этих фризов почему могу предположить что вот когда античит делает у вас скриншот экрана то на nvidia можно там как-то из буфера или как-то кадр какой-то взять да а у амдшной скажем видеокартеры к 460 данном случае здесь нету такой фишки и поэтому соответственно когда там клиент делает скрин или что-то то соответственно в этот момент у меня такой фриз получается в этот момент у меня противники убивают боты убивают там на пвп убьют вас на на пве там вас убьют боты вот как-то так главное вот там там либо скрин сделать но это мои догадки честно по поводу вот на пве то что творится зачем-то они спилили систему типа анти спид хаки или что-то подобное почему-то вот сервер или кто там решает и они знали клиенты других игрков там решают без понятий кто уж вот эту тему там замутил на видите я вот застрял здесь то есть фактически меня вроде дверь откинула первоначально давайте вот в этот момент попробуем попасть то есть первоначально вроде дверь меня откинула сейчас этот момент пройдет да видите сейчас она тем не менее сервер решает братан ты типа такого не было ты оказывается застрял за дверью то есть я вроде убежал какое-то расстояние пробежал но сервер меня обратно перекидывает и говорит братан я посчитал что все-таки ты застрял там я не знаю почему эту систему до сих пор не убрали она только мешает людям но ребята упорно этого не делают видимо там тестировщики которые у них тестируют они играют с пингом 0 миллисекунд задержкой буквально тогда до одной миллисекунды и них никогда таких багов возникает и поэтому они ничего не делал я не я не знаю не могу предположить то же самое видеть я застрял за дверью так решает сервер он меня просто закидывает за эту дверьку ну а это вот именно бакс фризом и вроде ты бежишь убиваешь по какой-то причине потом то ли игрок присоединяется комнате то ли мы клиент говорит а давай мрак там как он говорит а давайте скриншот экрана сделаем и вот на мд видеокартах фризы появляются не знаю почему 2 гигабайт видеопамяти должно хватать на данной видеокарте 2 гигабайта видеопамяти но все равно эти баги появляются вот эти именно фризы скажем таки большому счету вот ну здесь вот элементарные телепорты назад то есть как бы ты бежишь сталкиваешься с игроками все это запутывается там сервер еще что-то там пытается высчитать и кстати говоришь с эти сети сетевуха которую меня на старой этой старой интел из кистевой контроллер и с ним когда вот такие вот замесу замесы происходят я всегда всегда буду сзади то есть меня всегда моя игра перекинет в самую попу то есть там все посталкиваются все потолкаются и моя сетевуха скажет братан ты в самом самом заду плетешься и не выделывайся здесь вот как-то так на об этом видео вот я выкладывал там вот как-то вот так на примере хочу это тоже озвучить но видео пока не публиковал побыль опубликую сейчас сейчас ребят здесь тоже rx460 тоже скрин я не знаю видимо спрайты спрайты дыма там взрыва гранат там или еще чего-то там закачиваются в таком духе наверно так давайте быстро моменты вот этим кстати вот здесь тоже сервак решил что я якобы уперся а ну да здесь уже дальше смотрите вот игрок играет смотрите как его теребонькает слева направо чисто ребята вам показываю хочу показать как система работает с точки на точке она его перекидывает как бы да но даже делает а это она игра неправильно то есть она на когда-то иногда видеть слишком быстро перетягивает ведь он якобы застрял потом игра моя посчитала что он застрял потом она посчитала что он все-таки выпрыгнул но при этом мой клиент ребят стабильно получает точки о перемещении игры о перемещении игрока понимаете в чем фишка мой клиент получал стабильно точки что он здесь бежит здесь бежит здесь бежит но как получается мой клиент при этом говорит братан а он застрял в кузове игра каким-то неведомыми неведомыми я не знаю тупыми идиотскими Своими логистиками пытается Игрока вытащить из кузова Хотя это невозможно, потому что там бордюр Перилы и бордюры Вообще из игры Выпиливать надо Вообще картоделом не надо делать Типа бордюры, перила Потому что они фактически Противоречат Сетевому коду данной игры Потому что мой клиент пытался Из кузова вытащить игрока Через этот бордюр Борд, через этот борд Это нереально было сделать Но он пытался это сделать Потом все таки решил, что он спрыгнул вниз Потому что какое-то время прошло Огромное количество времени По меркам игрового шутера Прошло какое-то время Он решил все таки его телепортнуть сюда Вытащить, грубо говоря И потом быстро начал его перематывать по точкам Хотя мой клиент исправно получал Точки перемещения этого игрока И вот эту фишку Они в течении 4-5 лет не могут пофиксить Какие статьи И для каких идиотов Пишутся на официальном сайте О том, что мы, ребят, работаем Но мы же не дебилы Вот мы реально Вот на примере видим Как работает у вас система Вот видите Его телепортнуло в какой-то момент То есть слишком быстро Его начало перетаскивать по точкам Мой клиент такой Перетаскивает его по точкам И он понимает Разница слишком большая Там где-то 3-4 метра Уже слишком клиент отстал И надо его Как ускоренный фильм Перемотать, понимаете По этим точкам То есть Просто я Просто в ауте От такого сетевого кода Но убирайте тогда Все перила Все препятствия Любые там Бочки на карте Любые эти вещи Все надо убирать Абсолютно Чтобы была голая карта Вот и голые углы С углами проблем не будет Через иглы Можно игрока перетащить Можно его сперва Потом знаете Как через углы Будут игроков перетаскивать Сперва он в угол упрется Побуксует немножко Потом налево так Ну выскользнет И потом его дальше потянет Вот как-то так Ну это такое Себе Здесь после окончания раунда Игрока Сюда передо мной Перетащило То есть проблема Не то что Координаты Нормально игроков приходят Вот нормально Исправно получает Мой клиент Но проблема в том что Система неправильно Его перетаскивает По координатам Здесь кстати Вот фишка Вот этот игрок Он упал вниз Но его почему-то игра Скажем таки То есть его обратно Игра телепортнула Хотя он в принципе Вниз спрыгнул Смотрите здесь Игрок выпрыгнул в окно Он выпрыгнул в окно Поверьте ребят Но здесь Опять таки игра Упирает его В это окошко Ну типа В подоконник Это Серега Кстати Батя 22 Она его В подоконник Уперла Как бы И видите Мой клиент Пытался его Какое-то время Перетащить Смотрите Какое длительное время Мой клиент Будет пытаться Его вниз стянуть Он его вниз Пытается стянуть Потом понимает Что это не получилось Сделать Не получается Его вниз Тянуть И надо Пора бы его Нам телепортировать Вниз Вот Понимаете Хотя мой клиент Понимал Что он уже Выпрыгнул Через окно И они не могут Написать модуль Типа Если его нельзя Вытащить из окна Они не могут Написать Чтобы моделька Типа прыгнула И в окно вылезла Они это сделать Не могут Либо от клиента Там была потеря Прыжка Или не вовремя Она была сделана Давайте посмотрим Прыгал ли игрок Или нет К сожалению Далековато Перемотались Посмотрим Сделает он прыжок Или нет Вот следующее Следующее окно Смотрите Прыжок Сделан Но клиент Типа сказал Мой клиент Говорит И кстати Еще игрока Одного Тоже у него Пять палок Он был У нас В тиме Вот мы играли Троем И Сан Саныч Большой привет Кстати Вот И Отличный игрок Там вот И Гептор Ник у него И соответственно Видите У него то же самое Тоже игрок Не выпрыгнул То есть наши клиенты Одинаково рисовали Его то что Он застрял наверху То есть что то подобное Скорее всего Было Как я понял Я думаю Понял именно правильно И в дальнейшем Она начинает По точкам тащить Там слева направо Там прочее Прочее Ну здесь вот там Снайперок Который лежал Он не тормоз Просто Игра Скажем таки Игрок Скорее всего Настолько резко Перед ним появился Либо что то подобное Да Ну не знаю Ну вот он Видите Он какое то время Просто не стрелял Здесь приземление На бордюр То есть я приземлился На бордюр И соответственно Меня перекинет наверх Потому что Великий сервер Вот я не знаю Как они проверки делают Либо сервер Там пытается Что то присчитать Да Либо сервер Получает информацию От других клиентов Якобы я не смог Попасть Или якобы я не смог Именно вот за перила Перевалиться То есть два варианта Я не знаю Но возможно Все таки Предполагаю Что сервер У них Посчитал Что я типа Не смог за перила Прыгнуть Как бы И соответственно Меня телепортнул наверх Ну здесь Как бы Отличный Как бы Сказать Я не знаю Отличный Тикрейт Здесь То есть Те же вот эти Действия Которые В принципе Вот я сел Как бы Но получил После этого В жбан Это Давным-давно Рассматривали Даже об этом Видосы Запиливали Еще Англоязычные Игроки Варфейса Вот И Ну Всем Стало понятно Быстро Англоязычному Сообществу Что это за игра И каков У него Сетевой код Здесь Игру Каким-то Образом У меня Вот так вот Танцуют Но Представления Не имею Здесь Возможно Даже Могло Так Получиться Что Игрок Вообще Просто Не видел Этот Инженер Поскольку У него Моделька Могла Забагаться Но Не в этом Суть Это Мои Домысла Возможно Они Неправильны Здесь Видите Что Игрок Уперся В бордюр Смотрите Видите Он Буксует Хотя Мой Клиент Уже Получает Видите Мой Клиент Уже Знает О том Что Он Бежит Вон Там Мой Клиент Получает Правильные Координаты Но При этом При том Что Мой Клиент Получает Правильные Координаты Что Игрок Бежит Там Он Пытается Почему То Пытается Его Перетащить Сквозь Эти Ящики И Теперь Сами Понимаете Ребят Ответ На ваш Вопрос Что В Существующем Сетевом Коде Какие Бы Статьи Вам Не писали На сайте О том Как Они Работают Когда В течении 4-5 лет Не могут Исправить Эту Вещь Хотя Я не знаю Почему Было бы Расхождение Как бы Я сделал Как бы Я сделал Я бы В Кс 1.6 Были Деления Измерения Расстояния Как Юниты Предположим А В Варфейсе Я не знаю Есть такое Понятие Как Изменение И Определение Расстояния Игрока И Что бы Сдел Я Я бы Например Если Игрок Метр Пробежал Якобы Застрял Он Здесь Если Уже Метр Там На Игровом Клиенте Чисто На моем Компьютере Если бы Метр Находился От той Точки В которой Он якобы У меня Застрял А та Координата Которую Присылает Мне Сервер Она Правильная Она 100% Правильная Он Местонахождение Игрока Я бы Мгновенно Его туда Телепортировал Ну Полметра Метр Я бы Так Сет Таймаут Определение Видите Какое Длительное Время Мы Видели Игрока Там А потом Он Появился Здесь И представьте Если бы Игрок Какой Нибудь Здесь Сидел С оружием Его бы Просто Убили И Он бы Как бы Ну Просто Понимаете Я не знаю Опечаленный Бо Пошел Бо Там Расстроился Что то Подобное Но Это Варфейс Поэтому Ребята Не Не тратьте Нервы На него В этом Отношении Здесь Видите Достаточно Плохо Попадал По игроку Но В конце Попал Вроде В голову Даже Кровь Идет Но Соответственно Урона Нет То же Самое Выпрыгиваем На игрока А кстати Интересный Момент Попадая В него Там В тело Попал Много В голову Попал В конце Но Урона Вообще По нему Просто Не летит Никакого И Самое Что Меня Еще Поразило Что После того Как У нас Замес Случился Замес Он Еще Вроде Как Там Стоит Видите Моделька Стоит Потом Она Ложится Моделька Уже После Того Когда Как Все Действия Акт Акт Насили Надавной Уже Произошел Скажем Так Когда Меня Уже Убили То После Эта Его Моделька Ложится То Она Спервый Тип Присаживается Или Как Там И Садится При При этом Когда Я Попадал По Противнику Его Колбасит То Эти Тоже Действия Они Придумали Вот Эти Типа Игрок Двигает Ну Ладно Здесь Еще Более Менее Здесь Нормально То Здесь В Потому Что Ваншота Не Будет С Инженер Ствола Например Я Не Имею В Донат Ребята Если Кто За Донат Играет Тоже Самые Дробовики Вроде Как В Арфейс Не Ваншот Там Были Тесты Стрелять Из Дробовика В Голову Противнику Но Ваншота Нет Ну Вот Как То Так Расстреливали Игрока Но Потом Он Лечь Успел Тоже Так Себе Залезть Не Могу Здесь Вот Да Здесь Смотрите Вот Как Работает Эти Система Предугадывание И прочие Вещи Давай 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 Телепортнись Наверх Все Телепортнулся Наверх Смотрим Выбегаем И Стреляем В Огрока На самом Деле Как Бо Он Находится Наверху Но Опять Так Мой Клиент Знает Почему Мой Клиент Знал Он Сразу Его Начал Перетязывать Так Давайте Снова Перемотаем Мой Клиент Знает О том Что Находится Наверху Потому Что Видите Он Сразу Мой Клиент Знает Что Координаты Именно Там Он Туда Начал Тащить Наверх Но Наверх Его Не Может Затащить Мой Клиент И Соответственно Он Чисто К ящику Потащил Сюда Урона По нему Нет По Игроку Потому Что Находился Сверху Об этом Говорил Монтр Когда То Давно Если Кто Как бы Внемлет Его Словам Как Святому Духу То Соответственно Вот Считайте В этом Он Имел Ввиду Именно Вот Этот Момент Поэтому Урона Нет По Игрокам В Таких Ситуациях Но Мой Клиент Знал Что Находится Наверху Он Точки Получил Но Он Долго Как Девушка Ломался Короче А А Телепортировать Его Наверх Или Нет Телепортировать Наверх Или Нет И Все Так Решил Телепортировать И Говорит Братан Тебя Убили Но Сверху Даже Не Извинился Написали Извините Там Как Пофигу Всем Они Главное Пиарятся У нас Киберспортивная Игра У нас Самая Лучшая Игра War of Face Лето Поля У нас Free to play Шутер Она Бесплатная Такая Классная Там Все остальные Платные А мы Бесплатные Крутите Наш Донат Вот Как-то Так Вот Что Наверное Хотел Сказать И Вот Эту Фишку Ребята Которую Я вам До Этого Показывал Они Не Могут Пофиксить В течении Огромного Количества Времени То же Самое Здесь Урон Не Идет По Боту Потому Что Находится Внутри Этого Помещения Он Внутри Него А Просто Как бы Скать Мой Клиент Каким То В Варфейсе Полно Багов Сетевых И Прочее Мой Клиент Почему То Нарисовал Этого Бота Здесь Не Спрашивайте Почему Я Нечита Как Но На самом Деле Моделька Бота Находится Там Внутри Опять Так Я говорю На Пве Очень Сильно Снизили Тик Рейт Именно На Обычных Пве Миссиях Африка Я не знаю Афганистан В данном случае На спецоперациях С тикрейтом Более Меден Ребят Но На Обычных Миссиях Там Его Порезали На Пве И Соответственно Вот Такие Вещи Творятся Урона Нет Потому Что Находится В другом Месте Этот Бот И Соответственно Его Сервер Урон Не Засчитывает Вот Как То Так Это Застревание Друг Друге Так Здесь Баг Подсада Здесь Еще Там Разные Прочие Элементы Ну Короче Багов В этой Гре Хватало Всегда Здесь По-моему Спам Икса Челик Использует Потому Что Видите Он Успел И лечь И встать То есть Это Буквально Доля Секунды За которую Он успевает Ложиться И вставать И при этом Баг Вот Этих Вот Этого Спама Да Типа Ложиться Сесть Ложиться Встать То есть Это То же самое Гениально И Самые Программисты Гениально Там Работают Ну То же Самое Здесь Игрока Телепортирует Сейчас Вот Этот Кадр Пройдет Здесь Тоже Там Сетевой Код Залагал Здесь Игрок Уперся В бордюр Как бы И Моя Игра Уже Знает Что Он Бежит Там Ребят Повторюсь Но Она Его Не Может Перетащить Потому Что Он Уперся Перелез И быстро Его По точкам Так Перетащило То есть Если Противники Были бы Там Внизу Они Просто Не Увидели Этого Игрока Поэтому Ребят Прыгайте Почаще Через Бордюр Это Возможно Вы Вы Бежите На Противника Убьете Его А он Вас Даже Не Увидит Может Такое Запросто Произойти Не Видите Тут Просто Моя Игра Уже Решила Что Слишком Долго Я Ребят Происходят Именно Вот Таким Вот Образом Вот Таким Образом Работает Сетевой Код Более Не Не Имеет Смысла Наверное Все Это Дело Показывать Вот Как То Так Поэтому Не Думайте Что Если Вот Такие Статейки Появляются Такого Вида Как Сложно Определить Баги Про Стрельбу Бесконечную Рассказывать Когда Игрок Падает В Контратаку Тогда Случается И Происходит Именно Этот Баг Баг Именно Вот Игрок Стреляет Упал В Контратаку И Звук Багается Они Этот Баг Тоже Не Могут Пофиксить Ну Че Сказать Это Игра Низкого Уровня Программисты Там Тоже Либо Низкого Уровня Первый Вариант Но Я Не Хочу Никого Оскорблять Ребят Либо У Них Просто Нет Управ Или Как-то Редактировать Исходный Код Данной Игры И Поэтому Мы Это Видим И Наблюдаем На протяжении Четырех Пяти Лет И Ребят Навряд ли Что-то Изменится Именно С С Появилась Статейка Вот Пожалуйста Как Мы Работаем И Мы Не Можем Пофиксить Эти Баги Которые Сетевым Кодом Которые Я Вам Показал Этот Баг Банальный Баг Он Работает Уже Очень Давно Он Присущ Игре И Никогда На мой Взгляд Ребят 100% Бьюсь 99% Что Его Никогда Не Пофиксим Всем Ребят На этом Удачи Пишите Обязательно В комментариях Мнение По данному Вопросу Всем Удачи На этом Ребят Всем Пока